Внимание! Перед вами прибытие поезда. А ведь бывают поезда, которые встречают совсем по-другому. К ним бросаются с интересом и просятся в кабину к машинисту. В такие поезда стреляли только фашисты. Разговор о военно-железнодорожных крепостях, вроде той, что припарковалась на вокзале Мценска, это поезд Победы, так называется и сама акция с его участием. Он же, воссозданный тульскими мастерами по оригинальным конструкторским чертежам БП-43, бронепоезд модели 43-го года, считается одним из самых удачных советских бронепоездов. Пока горожане и гости Мценской изучают его и донимают экипаж вопросами, напомним, что в Великую Отечественную воевали десятки бронепоездов. Их вооружение, кроме стрелкового, танковые пушки и зенитки. И даже катюши, реактивные пусковые установки. В километрах в 30-ти от Мценска на станции Чернь дислоцировалось 4 дивизиона бронепоездов армии Брянского фронта. Они включали боевые составы, которые сражались и на Орловской земле. Потихоньку вниз тяни, не бойся. Итак, этот БП-43 состоит из площадок с башнями от 34-к, внутри которых 76-мм пушки, плюс танковые пулеметы ДТ. Еще два пулемета ДТ, если что, ставили по бортам. Другая пара бронеплощадок вооружена зенитками. В голове и хвосте поезда по платформе прикрытия. А на них рельсы, шпалы, инвентарь для ремонта путей, мешки с песком для укрытия бойцов и пулеметы. А посредине поезда бронепаровоз с бронетендером. Ну, кто машинист, кто помощник работают вот так. И зимой, и летом. Не важно, дождь, снег, мороз 40 градусов. На тебе шапка-ушанка, вот так вот, шарф. Идея воссоздать бронепоезд для прославления Великой Победы и подвига железнодорожников родилась в компании РЖД год назад. Так, к 75-летию 9 мая появилось две реплики БП-43. Одна стоит в парке Патриот, другая, вот, колесит по стране. Уже, например, приняла участие в празднованиях, посвященных завершению Курской битвы. Теперь лакируют орловские рельсы. Сегодня он отправляется вечером на станцию Змеевка. Завтра у Змеевки проходят аналогичные мероприятия. В субботу прибывают на станцию Орел. И в субботу, в воскресенье, можно всем желающим посмотреть, соприкоснуться с этим подвижным составом. И в понедельник у нас в 15 часов проходят торжественные мероприятия именно уже на вокзале Орел. Пока маршрут усеченный, потому что для поезда это все обкатка. Потом ему добавят скорости и пустят уже по всей России. И да, в понедельник обещают салют из этих орудий. Будет как объявление, которое давно не звучало над пероном Орла. Объявление Победы. Сергей Быковский, Екатерина Федина, телеканал Первый областной.